Колонка редактора, как и футбольный матч, состоится в любую погоду. Дождь, конец мая. Мы с вами встречаемся в тот день, когда президент Владимир Зеленский отмечает вторую годовщину пребывания на столь важном и ответственном месте. Чем запомнится этот день, чем запомнится эта неделя, Владимир Зеленский всей стране, в первую очередь себе, сделал запоминающиеся подарки, а именно инициировал, давайте не будем обманывать друг друга, именно все-таки президент инициировал кадровые перестановки в Кабмине. Я бы обратил внимание на два момента, на две перестановки, мы о них с вами говорили. Говорили о Максиме Степанове в рамках колонки редактора, говорили о железной дороге и так или иначе затрагивали министра, уже экс-министра инфраструктуры, крикли я. Казалось бы, все логично, борьба с пандемией и эпидемией в Украине провалена, как считают многие и считают многие эксперты и журналисты, а не просто пересечные громадяны. Провалена работа по улучшению пассажирских перевозок, в том числе и на железных дорогах, поэтому ответственные должны незамедлительно покинуть свои насиженные места. Ну, давайте разбираться, кто пришел вместо. Вместо Максима Степанова пришел главный санитарный врач Украины Виктор Олежко. Я, Виктор Олежко, называл вторым после президента влиятельным человеком в стране. Ну, посмотрите, кто на протяжении долгих месяцев у нас отвечал за вакцинацию в стране. Формально министр Степанов. Ну, а если по существу, главный санитарный врач. Почему вакцинация сдвинулась по своим срокам? Просто неприлично. Кто у нас отвечал за цвета зон того или иного региона? Кто придумывал эти показатели? Нет, не Максим Степанов, а именно Виктор Олежко. Сегодня Одесса красная, а Львов оранжевый. Послезавтра Николаев желтый, а кто-то снова красный. Бизнес снова не работает, кто-то недополучает, кто-то недозарабатывает. За все это отвечает, а точнее все это регулирует именно главный санитарный врач Украины. Уже назначенный новый министр здравоохранения. А Максим Степанов, я напомню, что несколько недель назад мы давали свою оценку этому человеку, который два года верой и правдой служил для Одесской громады. Пусть я немножко высокопарно говорю, но на самом деле так и было. Собственно говоря, мы с вами встречаемся возле облгосадминистрации, возле того самого места, где у Максима Степанова все было вроде бы хорошо. Но он ушел и уходил, в общем-то, под аккомпанемент не дождя, вот во время дождя мы с вами встречаемся. А вот аккомпанемент какого-то негатива. Коллеги-журналисты, в общем-то, далеко не комплиментами устилали дорогу господину Степанову. Это было на самом деле не очень правильно. Ни одного положительного решения за почти год работы в министерском кабинете на министерской должности уважаемые киевские журналисты так и не нашли. Более того, они приписали в качестве одного из недостатков, одного из минусов работы Степанова его дорогую куртку. Ну, ребята, журналисты, неужели в этом суть работы министра? Между прочим, Максим Степанов уходит, как он сам сказал, с высоко поднятой головой, с подписанными контрактами на новую вакцину. Ну и посмотрите на то, как протекает сейчас пандемия в Украине. Посмотрите на цифры. Да, уйти победителем с этой должности во время эпидемии COVID-19 нельзя. Огромные потери, огромные проблемы. Ну, будем откровенны, ситуация в Украине и еще от многих других стран мира потихоньку стабилизируется. Давайте и это не будем записывать в заслуги уходящему министру. А с Криклием, с Владиславом Криклием еще интереснее. Кто вместо него? А вместо него глава Украфтодора Александр Кубраков. Человек, который негласно курирует тот самый проект, о котором мы тоже недавно говорили, в Лыке дорожней будивництва. То есть все текущие ремонты государственных дорог, мостов, дороги в области, это все Украфтодор. Были вопросы к Криклию, почему, скажем, по Одесской области все время выигрывают подряды одни и те же организации, точнее организация. Так это вопрос не только Криклию, это вопрос Кубракову. И что мы видим? Александр Кубраков занимает место молодого Владислава Криклия, которому было множество вопросов, но вопросы остаются, почему именно Кубраков занимает место Криклия. Ну, кстати, эти вопросы для нас с вами более-менее понятны. В Лыке дорожнее будивництво Трывая мы увидим еще много интересных вещей, связанных с ремонтом и реконструкцией дорожного покрытия. Но у Одеситов есть еще один вопрос с кадровым перестановком, случившимся, а точнее не случившимся по инициативе президента. Почему в компании Степановой, Криклия, ну еще министр экономического развития Петрашко, нет министра культуры Александра Ткаченко. Назначение этого чиновника в нашем городе восприняли, ну скажем так, в штыки. Все знают о связи Ткаченко и киностудии, о планах продажи, приватизации. Ткаченко после своего назначения дал интервью и успокоил, сказал, что я работаю на благо громады Одессины, я защищаю интересы культуры. Одесская киностудия стояла, будет стоять, будет работать. Не скажу, что все деятели искусства, культуры, связанные с нашим регионом, успокоились, но тем не менее Ткаченко работал. Осенью Александр Ткаченко и тогдашний губернатор Одесской области, в Куце, кажется, его фамилия, приехали в Одесскую филармонию и тогда Александр Ткаченко анонсировал большой ремонт в рамках президентской программы большая реставрация. Все это время на протяжении осени, зимы, весны нам говорили, что филармония, визитная карточка юга Украины, уникальная архитектура, уникальный концертный зал. Вот-вот начнется ремонт, президентская программа, проходит конкурс. Два года президенту Зеленскому и аккурат в этот день мы получаем новость о том, что ни Одесская филармония, к которой приезжал и сам Зеленский, к которой приезжал и министр Ткаченко, ни другие связанные с нашим городом культурные учреждения не попадают в президентскую программу большая реставрация. Вот такой вот подарок одесситам, который, напомню, чуть больше двух лет назад, в процентном соотношении, если не ошибаюсь, 73, поддержали нынешнего гаранта. Когда будете принимать столь ответственные решения, подумайте об этом. Это была колонка редактора, я Виталий Хемий. Смотрите «Репортер» даже во время таких погодных условий.